СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Технология, инструмент, вернее, технологические выборные компании. Но грех не воспользоваться электронным откреплением, и я попробовал на себе. Кстати, не только я один. По сведениям Центральной избирательной комиссии, более 4 миллионов человек воспользовались этой новинкой. Очень удобно. Мы с супругой, с женой, с Татьяной Николаевной, это сделали быстро, приехали, проголосовали. Сегодня каждый гражданин Российской Федерации имеет право проголосовать за любого кандидата в президенты. Отдать свой голос в день выборов смогут более 300 граждан, содержащихся под стражей, обладающих избирательным правом. К их числу относятся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Всего в регионе работает 989 избирательных участков. В самого утра голосовать приходят, несмотря на плохие погодные условия. Среди избирателей многодетной семьи с детьми, чиновники и те, кто впервые пришел на выборы. Пришел первый раз на выборы, потому что это наш гражданский долг. Я его исполняю. Это очень волнительно. У нас большая семья. Сейчас жена голосует на другом участке. Взяла детей других, которые постарше собой. Я вот взял открепительное удостоверение через Совет Госуслуги и проголосовал на ближайшем участке. Избирательные участки работают с 8 утра. По официальным данным, на 15 часов в Ульяновской области проголосовало 99 756 человек. Депутаты ЗСО также сделали свой выбор и приглашают жителей региона принять участие в выборах президента. Надо понимать, что сегодня мы выбираем президента. Это тот человек, который стоит во главе государства, от которого зависит как внутренняя, так и внешняя политика. Я голосовал за стабильность, за понятное, прозрачное, стабильное будущее. Себя, своем, своих детей, своих родственников. Выборы президента будут у нас историческим таким этапом, после которого Россия еще больше будет укреплять свои позиции и на внутреннем поле экономическом, и на внешнеэкономических всех отношениях. По состоянию на 15.00 явка по области составила 46,5%, в Ульяновске – 41,5%. Елена Андреева, новость Ульяновской правды.